Армейские качели Столичные одноклубники проиграли СК в Кубке Гагарина, зато сполна отыгрались в Кубке Газпромнефти. 6-0 в пользу ЦСКА. Двукратный обладатель главного трофея детского хоккея вновь нацелен на самые высокие места. Когда играли, болельщики болели из СК, но было трудно. Мы старались не слушать и забивали. Косвенное доказательство высочайшего уровня ЦСКА – утренний разгром, который их оппоненты с Невы учинили рижскому «Динамо». 11-1. И это пока самый крупный результат на турнире. Ну а в личной статистике лидирует нападающий «Витязя» Иван Мирошниченко. Хет-трик во вчерашнем матче против «Северстали», «Покер» сегодня в ворота «Торпеда», 6-1-6-3 и подмосковные хоккеисты уже в плей-офф. У нас группа сильная, у нас 4 команды и 3 откровенно сильных команды, а выходит всего 2. Поэтому кому-то места не хватило в финальной части. Оказались это мы. А это игра черно-желтых против желто-черных. «Северсталь» – «Ямал». Череповец-фаворит, но Салихард упирается. Да так, что в сухую выигрывает первый период – 3-0. Однако «Северсталь» делает самый яркий камбэк турнира, побеждает 7-4 и вместе с «Витязем» обеспечивает себе место в плей-офф. Настрой детей зависело все. Попытались донести, что «Ямал» не такая простая команда. Дети из детей, судя по вчерашнему результату, когда «Ямал» 0-11 проиграл нижнему. Вышли расслабленные, поэтому так получилось, что с 0-3 пришлось отыгрываться. Выровняли, выстучались за детей, выиграли. Если «Рижане» завтра не сотворят мега-сенсацию, то из группы А с первого места в плей-офф отправятся армейцы «Московские», а со второго – «Петербургские». «Ёкерит» и «Динамо» поспорят за первое место в группе «П». В группе «С» все менее очевидно, хотя «Локомотив» все-таки выглядит фаворитом, а это значит, что таблица особых изменений претерпеть не должна. И отдельная благодарность всему квартету «Д» уже за то, что каждый из его участников проведет на турнире не две, а три игры. Лучшие здесь «Витязь» и «Северсталь». Мне это не страшно было. Мы знали, что мы победим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова